Приветствую всех на канале Банковский. Сегодня у нас не совсем обычный кредитный продукт от Восточного Банка. Кредит под залог недвижимости. Данный заем передается гражданину при условии, что он пройдет скоринг соответственно и сможет предоставить в залог ликвидный объект недвижимости. Соответственно ставка по этой причине может быть значительно ниже. То есть банк предлагает от 8,9% годовых. Сумма кредита будет зависеть от стоимости объекта недвижимости, но она может доходить до 30 миллионов рублей. И решение может быть принято в течение 4 дней. Но это связано с тем, что предмет залога нужно проверить, поэтому быстрое решение принять банк не может. Преимущества данного кредита. Банк сам их выделил для преимущества, хотя, конечно, правильнее было бы их выделять все-таки клиентам банка. Как-то консолидировано. Пониженная ставка. Банк говорит, что это очень выгодно от 8,9% годовых. При этом, к сожалению, он умалчивает максимальную процентную ставку. Потому что одобряться она будет в пределах диапазона установленного, но индивидуально. Значительная сумма кредита. Ну, понятно, то есть, любой банк такого рода кредитные продукты, он может предложить сумму достаточно большую. Потому что стоимость залогового имущества очень велика. Срок возврата. То есть, длительный срок возврата, поскольку этот кредит относится к разновидности ипотечных. Соответственно, срок может быть установлен очень большой. Ну, дальше посмотрим, какой там этот срок. Вот условия у нас. Значит, кредитный лимит от 300 тысяч до 30 миллионов рублей. То есть, в общем-то, даже жителям периферии, которые там имеют недвижимое имущество в небольших городах, где стоимость невелика, имущество, все равно могут себе позволить данный кредитный продукт. Потому что минимальная сумма, она достаточно такая нормальная. Потому что есть банки, которые выдают такого рода кредиты, там от 500 тысяч, например. Это уже не всем будет приемлемо. Срок кредита от 13 месяцев до 240 месяцев. То есть, это очень хороший разброс, сразу могу сказать. То есть, далеко не все банки себе такое могут позволить. Валюта рубли, обеспечение это у нас залог квартиры, коттеджа с земельным участком, частного дома с земельным участком, коммерческой недвижимости, которая находится в собственности. То есть, в принципе, неплохо, потому что есть банки, целый перечень коммерческих банков, которые работают только с квартирами. И то, которые находятся в населенном пункте, где есть офис Восточного банка. Здесь же у нас гораздо больше возможностей в плане залога коттеджей, домов с земельным участком, что тоже плюс. Страхование залога тут требуется. Не буду на этом особенно останавливаться. Заявка рассматривается за 15 минут. Но понятно, что только предварительное одобрение могут сделать, окончательное одобрение через 4 дня. Процентная ставка. Вот опять же, даже в условиях не указана максимальная процентная ставка. Поэтому будем смотреть отдельно. Вот у Восточного банка эта фишка такая. То есть, почему-то они... Надо прям копаться в документах, чтобы найти максимальную процентную ставку. Наверное, есть из-за чего. Так, ладно, давайте посмотрим обслуживание. Тут тоже все стандартно. То есть, как узнать информацию о сумме платежа, способы внесения платежа по кредиту, требования. Значит, здесь нужно обратить внимание, что возраст заемщика от 21 года до 70 лет, по прочим кредитным продуктам у Восточного, кстати, до 76 лет, по данному почему-то до 70. Наверное, это с чем-то связано. Допускается несоответствие стандартным требованиям в случае согласования у полномочного органа банка. Ну, вот это уже плюс. То есть, в индивидуальном порядке могут, видимо, за вот этот возрастной диапазон выйти. Вообще, касательно требований тоже. Гражданство. Тут стаж работы не менее трех месяцев. И для лиц моложе 26 лет не менее 12 месяцев. Доход стабильный ежемесячный в течение последних трех месяцев. Ну, и для лиц моложе 26 лет не менее 12 месяцев. Поручительство, значит. Требования, кстати, к поручителям примерно, ну, не примерно, а такие же, как к основному заемщику. Поэтому здесь нужно понимать, что если вы привлекаете поручителя, то он должен, скажем так, финансово-кредитными характеристиками обладать такими же, как и вы. И это же касается кредитной истории. Поэтому нужно здесь внимательно быть. Кредитная история плохая, поручителям не привлекаем этого человека. Требования к залогу. Значит, квартира в многоквартирном доме от двух и более этажей. За исключением вот тут деревянных многоквартирных домов. Вот тут, как правило, старые эти бараки всякие. Коттедж, частный дом. Площадь не менее 100 квадратов. Год постройки не ранее, 98-го года. Вот зря я обрадовался. У нас большая часть, скажем так, жилого фонда в России, особенно в периферии. Имеется в виду, конечно, частные дома. Это годы постройки еще советские. Поэтому как бы тут уже, конечно, возможностей поменьше. Ну и ликвидная коммерческая недвижимость. Вот, кстати, о чем я говорил. Требование нахождения объекта недвижимости на территории присутствия банка. Вот это бы тоже бы раскрыть желательно. Что это значит? То есть в пределах города, где находится банк. Или в радиусе скольки-то там километров. То есть это бы... Надо было бы уточнить. Так, объект недвижимости находится в собственности заемщика. Ну, в общем, тут перечень требований достаточно такой серьезный. Можно его открыть, посмотреть, изучить внимательно. То есть сейчас мы не будем все это перечитывать. Нет смысла. Документы. Это паспорт, свидетельство о регистрации права собственности, документ основания права собственности. Поручительство не требуется, вот как основное, да, но может быть запрошено по решению банка. Поэтому как бы здесь... Вообще, если вы поручителя привлекаете, это плюс. Если поручитель хороший, то есть никаких у него проблем финансовых. Прочие документы, которые также либо может потребовать банк, либо, соответственно, вы их предоставите и тем самым увеличите вероятность одобрения займа. То есть полностью перечисляются, какие документы по земле нужны, какие документы по недвижимости. То есть вся эта информация, она есть в доступе, что, конечно же, хорошо. И вот я обещал посмотреть максимальную процентную ставку. Вот мне очень это интересно, потому что я бы вот сразу глянул, если ставка максимально слишком высокая, я бы и смотреть бы не стал даже дальше эти условия. Наверное, на это и расчет у Восточного банка. Что-то у меня так... Подозрение. Так, залог. Да, вот оно. И вот она вам максимальная процентная ставка, ребята. Если вам это нравится, то, конечно, можете смотреть. Но я бы вот уже после этого прям закрыл бы и даже уже бы не возвращался к этому вопросу. Максимальная ставка, внимание, 35% годовых. Вы представляете? За кредитный продукт с залогом 35%. Это уму непостижимо. Даже в захудалом коммерческом банке там максимальные ставки там ну 24, ну 26, ну 29 прям край. А здесь 35. То есть, теоретически банк просто может с вас собрать всю документацию, какую можно, все, что можно, чтобы потом вас спамом забрасывать. И потом вам скажет, а вот вы знаете, мы вам одобрили 32% годовых. Все. Прям вот, ну, 4 дня псу под хвост. Сбор документов, все вот это вот. И потом вы еще бонусом получите, что называется, появляются рассылки бесконечные, предложения по кредитам и все прочее со стороны банка. Ну, так не делается. Честно говоря, так не делается. Лучше бы сразу выложили на рекламной странице. Люди бы так раз сразу закрывали бы и не возвращались к данному вопросу. Так что вот так. Я вот чисто лично для себя бы этот кредит бы брать не стал. Ну, так, если может быть, где-то в других местах не дают рискнуть, пойти, может быть, ставку одобрят приемлемо. Но я подозреваю, что нет. Такой разброс нормальный банк просто так делать не будет. Это как бы с определенным умыслом сделано. В описании к данному ролику вы найдете ссылки на лучшие продукты. Если этот ролик был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всего вам хорошего.